МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашей информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Инсульт можно предотвратить. Сегодня во всем мире отмечают день борьбы с этой болезнью. Геройский поступок и житель Аликовского района Иван Сорокин в электронной книге «Гордость России». Шумерля на грани ограничения поставки голубого топлива. В ситуации разбирались депутаты Госсовета. Иностранное слово «спайс» в последнее время на слуху у всей страны. Количество отравившихся этим синтетическими курительными смесями по всей России исчисляется сотнями человек. Не обошла волна отравлений Чувашию. О том, как предупредить подобные случаи, говорили сегодня на задании антинаркотической комиссии. Работу всех правоохранительных органов и спецслужб в Чувашии активизировали еще в конце сентября, когда стало известно о массовых отравлениях в нескольких регионах России. И это дало результаты. В октябре по стране начались задержания предполагаемых распространителей «спайсов». В нашей республике у одного из бытчиков изъяли 8 килограмм товара. Таких больших партий на территории Чувашии за все время существование правоохранительных органов не изымалось. Сумма изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 10 миллионов рублей. Следы ведут в Башкирию. Умельцы подпольных лабораторий постоянно следят за списками запрещенных веществ. Делают такие формулы, чтобы формально «спайс» не попадал под запрет. И это не единственная сложность в перекрытии каналов поставок. Все эти вещества распространялись бесконтактным способом. Соответственно, оплата за эту услугу была тоже через платежный терминал на электронные кошельки. Но совместно с наркоконтролем мы уже научились, собственно говоря, реагировать и выявлять эти преступления и документировать их. Поэтому в ходе проведенных мероприятий только за последний месяц полиции непосредственно задержано было 3 сбытчика психоактивных веществ непосредственно и 7 сбытчиков наркотических веществ. Популярность синтетических наркотиков обусловлена в первую очередь низкой стоимостью, отмечают специалисты. Распространение они получают в основном среди молодежи. Так, в Чувашии 100 с лишним человек, которые обратились за помощью, 48 пришлось госпитализировать. 15 из них несовершеннолетние. Глава Чувашии отметил, помимо прочих мер, необходимо усилить профилактику. В особом внимании нуждаются школьники старших классов и ученики вечерних школ. Ольга Пырычкина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня указом главы Республики Михаила Игнатьева, министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашия Валентина Владимировна Андреева освобождена от занимаемой должности. Указ вступил в силу со дня его подписания. Но эта должность недолго оставалась вакантной. Министром информационной политики и массовых коммуникаций назначили Александра Иванова. Сегодня он покинул кресло руководителя администрации главы Республики. На новую должность он перешел в качестве заместителя председателя кабинета министров. К другим темам. 29 октября во всем мире отмечают День борьбы с инсультом. Сегодня в учреждениях здравоохранения Республики прошли дни открытых дверей, где каждый мог получить консультацию специалиста абсолютно бесплатно. А для тех, кто в связи с болезнью не смог выйти из дома, весь день работали телефоны горячей линии. Подробнее в следующем сюжете. По данным специалистов, сегодня инсульт угрожает каждому пятому россиянину. В списке причин смерти этот диагноз уже на втором месте. Как выявить симптомы инсульта и как с ним бороться, сегодня жителям Республики рассказали в Чебоксарской республиканской больнице. Для пациентов и для родственников пациентов очень важно вовремя получить правильную психологическую помощь и психосерапевтическую помощь. По той причине, что инсульт является сильнейшим стрессом. Стрессом, который влияет на дальнейшее восстановление. Я здесь, потому что эта тема актуальна для меня, для моей семьи. Она коснулась меня непосредственно. Поэтому мне будет полезно узнать, как предостеречь себя от этой болезни. Острым нарушением мозгового кровообращения, то есть инсультом, в первую очередь страдают люди пенсионного возраста. Но за последние годы этот страшный диагноз все чаще губит и молодые жизни. Сегодня регистрируется до 50% случаев инсультов в молодом возрасте. Ежегодно в России проходит от 450 до 500 тысяч инсультов. У нас в республике регистрируется около 3000 случаев этого заболевания ежегодно. И в связи с этим заболеванием ВОЗ объявил инсульт глобальной эпидемии. Волонтеры провели опрос, чтобы выяснить, насколько жители понимают всю опасность данного заболевания. И на что нужно обратить внимание специалистам. Но и на этом список мероприятий, посвященных борьбе с инсультом, не окончен. В трех крупных торговых точках Чебоксар были проведены скрининг-обследования, где любой посетитель комплекса мог проверить артериальное давление, индекс массы тела, уровень холестерина и сахара в крови, функциональное состояние сердца и, конечно же, получить бесплатную консультацию от специалиста. Очень удобно тем, что Центр здоровья выехал к нам в Мадагаскар. Потому что, конечно, у нас с временем не всегда достаточно времени, чтобы сходить обратиться в больницу. А здесь вся помощь квалифицированная оказывается на месте. Те, кто не успел воспользоваться представленными услугами в честь Дня борьбы с инсультом, могут проконсультироваться со специалистами завтра по телефону горячей линии 21 39 22 с 9 до 12. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Имя жителя деревни Верхний Татмыши появилось в электронной энциклопедии «Гордость России». Иван Сорокин рискуя собственной жизнью, спас из горящего дома четверых детей и их маму. До приезда пожарных люди могли отравиться угарным газом. Мой коллега Дмитрий Ковалев познакомился с героем и восстановил картину того дня. Горящий дом своих соседей Иван Сорокин увидел из окна. Пламя стремительно охватило всю кровлю. Мужчина, не задумываясь, побежал на помощь. Тогда была на счету каждая секунда. Все комнаты уже окутал едкий дым. Передвигаться по дому приходилось на ощупь. Это произошло поздним вечером. Младшие дети уже спали, а хозяйка пребывала в настоящем шоке. В кромешной темноте Ивану удалось найти всех ребят. Здесь, как бы, зашел, я помню, Артем здесь спал, нет? Артем, Оля, Артем, Оля, Артем, Оля, Артем, Оля, вот, да, я сюда зашел, я помню, вот, Артем точно помню, взял. На руку взял, он почему-то вот тогда упал. Я тогда чуть испугался, думал, дымом захлебнулся. Оказывается, он крепко спал. Вот, сестра у них, Оля, вот, проснулась сразу, Кирюшу нашла. Когда Иван вывел из горящего дома всю семью, на место ЧП приехали огнеборцы. Уже на улице хозяйка рассказала своему спасителю, что внутри у нее остались документы. Мужчина не испугался вновь зайти в задымленные комнаты. В стороне они остались и другие жители. Они помогали пожарным тушить крышу. В любой момент огонь мог перекинуться на сарай, где хранилось сено. С ведрами сразу прибежали. Мы начали тушить. А тут уже, как бы, тушить, там все горит, там на верхней поверхности. Подымешься, и мы начали там, вот сейчас не видно, наверное, да. Там сзади есть сарай такой односкатный, да, двухэтажный. И там от шифера построено, а там внутри этот сено. Первый сенокос, второй сенокос. И если бы огонь пришел туда, на сарай, мы бы уже не спасли, можно было бы и на соседей перейти огонь, да. Это сейчас Иван понимает, какой опасности себя подвергал. Специалисты говорят, что очаг возгорания находился в этой комнате. Эксперты предполагают, здесь могла заискриться старая проводка. Тогда во время пожара мог произойти более мощный взрыв. Возгорание произошло в помещении котельной. Именно здесь проходят газовые трубы. Все самое страшное осталось позади. Многодетная семья переехала в районный центр. Им приходится снимать квартиру. Но в первое время погорельцев у себя приютили соседи. Беременную Оксану и четверых детей в беде никто не оставил. Люди передали детей, вот знакомые, которые сейчас некоторое время жили, Хрисантовой Людмиле Юрьевне, ей передали детей, у них жили. Сейчас, в данный момент, в Валиковой. Спасибо людям, которые нас вытащили, которые потушили пожар. Многие местные жители называют Ивана не иначе, как героем. Но мужчина относится к этому с улыбкой и говорит, что каждый мог совершить такой поступок. Вообще, в деревне Верхние Татмыше Иван довольно известная личность. Он владеет небольшим предприятием и делает печки для бань. В ближайшее время спасителю-добровольцу обещают вручить заслуженную награду. Митрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Депутаты Государственного Совета Чувашии провели один день в Шумерле. Они детально проверили, насколько объекты жилищно-коммунального комплекса города готовы к зиме. Вместе с парламентариями выехала и наша съемочная группа. Ни для кого не секрет, что сегодня Шумерле находится в трудном финансовом положении, которое усугубляется многомиллионными долгами за газ. Вследствие чего с начала отопительного сезона городские котельные работают с ограничениями на поставку голубого топлива. Сегодня, если по объему потребления посмотреть, который мы поставляем в пределах 75 тысяч километров газа в сутки в городе Шумерле, это вполне хватает, если теплотрассы приведены в нормативные положения, это при температуре 30 градусов мороза можно отоплить в городе Шумерле. Вот делайте выводы, какие потери города Шумерле на теплотрассах. Объем потери газа – это не прямая наша работа. Широкое обсуждение проблем состоялось уже в ходе рабочего совещания в городской администрации. Помимо руководства города, к диалогу привлекли руководители управляющих компаний и ТСЖ Шумерле, а также представители правоохранительных органов. Город Шумерле 10 лет назад был самодостаточным, гордым, уверенно стоял на ногах. То, что произошло за 10 лет, прошлое ворошить не будем, но оттолкнуться от чего-то нам необходимо. Брать кредит на фигурсе день в город не может, потому что состояние финансовой дисциплины, оно хуже не бывает. Критичные ситуации сегодня, катастрофа в городе Шумерле. Исполнительными листами перекрыты счета, мы не ведем финансовую деятельность. Мы не можем перечислить за объекты, построенные в городе по программе переселения. Городские тепловые сети на данный момент находятся в плачевном состоянии. И любые материальные вливания без капитального ремонта теплотрасс – деньги на ветер. Отсюда и огромные долги перед газовиками, и чуть теплые батареи в квартирах шумерлинцев. Правда, образовались они отнюдь не по вине исправно вносящих плату за коммунальные услуги жителей. По свидетельствам шумерлинцев, во многих домах города с начала отопительного сезона тепла толком не видели. Мы объявили, то есть введены ограничения на город. Город оплачивает, жильцы оплачивают. Почему? Город на каком основании был введен ограничение? На все дома. Как и так? Если кто-то ворует, почему страдают жильцы? Спим вот так в одежде. На улице было минус 8, минус 10, минус 12. А тепло давали 46-40 градусов, не больше. Мы прошлись по городу. Я, к сожалению, по кварталам первый раз хожу. Я поражен вообще увиденным. А почти 20% тепло трасс голые. И что мы собираемся тут делать, это вообще непонятно. Погащат долги, как в прошлом году погасили. Они уйдут в воздух, они улетят у нас в наши денежки, бюджетные республиканские деньги, потому что не дойдут до наших потребителей. Жалко мне людей, которые, кто проживает в городе Шумерли, в данной ситуации. Они оказались заложниками. Такой долг на работу в течение года, это почти 100 миллионов, считать, это ужасная картина. В качестве одного из выходов из газового кризиса парламентарии видят перевод максимально возможного количества многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное отопление. В ближайшее время все рекомендации рабочей группы, выработанные в ходе посещения Шумерли, будут обобщены и внесены на рассмотрение профильного комитета Госсовета Чувашии. Юлия Важенина, Ольга Панова, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии вновь пройдет операция «нетрезвый водитель». Профилактическое мероприятие запланировано на 30 и 31 октября. За 9 месяцев в республике нетрезвые водители лишили жизни 31 человека. Еще 170 человек получили травмы и оказались в больницах. Виной всему проснувшаяся после выпитого излишняя самоуверенность. Подобные рейды носят сдерживающий характер, проводятся они регулярно и, судя по всему, приносят свои плоды. Во время последней операции, 17 октября, сотрудники ГИБДД задержали всего 3 пьяных водителя. Ранее 27 сентября – 74. На этом я с вами прощаюсь. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «По существу». Пресс-секретарь главы Чувашии Михаил Вансяцкий подведет итоги Международного форума «Россия – спортивная держава» и расскажет о ликвидации последствий непогоды в республике. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова